Здравствуйте, уважаемые ученики 5 классов! Поздравляю вас с началом учебного года! Мы с вами будем изучать новый для вас интересный и увлекательный предмет – историю. Историю Кыргызстана и мировую историю. Меня зовут Усупов Даниил Саламатович. Начнем мы с вами сегодня с темы «Что изучает история? Моя родина Кыргызстан. Государственные символы Кыргызской республики». Сегодня на уроке мы пройдем «Что изучает история? Что такое родина? Местоположение Кыргызстана. Основные сведения о Кыргызской республике. Становление независимой Кыргызской республики. Государственные символы Кыргызской республики». В этом году в расписании появился новый предмет – история. Ребята, Это что вы представляете себе, когда слышите слово «история»? Сейчас мы с вами попробуем составить словосочетания со словом «история». Несколько примеров перед вами. Начало истории. Войти в историю. История повторяется. Составьте также несколько словосочетаний. Вот несколько примеров. Веселая история. Урок истории. История человечества. История показывает на протяжении истории. История продолжается. Вы молодцы. Отлично справились задания. История — это наука, раскрывающая нам исторический путь, который прошли наши предки на всем протяжении становления и развития человечества. След, который они оставили на нем. Представьте себе могучую и полноводную реку. Вбирая в себя воду из множества источников, она становится полноводной. Вода несется бурным потоком, только вперед и никогда не повернет назад. Так и история человечества, подобно полноводной реке, она течет безостановочно и все дальше и дальше во времени и в пространстве. Никто и ничто не может повернуть ее вспять. Наше прошлое мы изменить не можем, но мы можем изучить его, совершая увлекательные путешествия в те времена, когда жили наши предки, узнать о самых разных интересных событиях, которые произошли в жизни людей. Таким образом, история — это наука о прошлом человечества. Испанский писатель Мигель де Сервантес так говорил об истории. История — это сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, примеры поучения для настоящего, предостережения для будущего. Почему же важно изучать историю? Чему можно научиться на уроках истории? Как вы понимаете выражение «знать историю»? Знать историю — это уметь отвечать на вопросы. Когда, где, почему. Прошлое не изменить, как не старайся. А вот настоящее и тем более будущее, пока оно не стало прошлым, человек изменить в силах. Человек изменяется, развивается и осознает свою включенность в процесс истории. Он сознательно или невольно воздействует на ее ход. Люди одновременно и актеры — авторы великой драмы истории. Поэтому изучать историю во все времена интересно и полезно. На протяжении всего изучения истории вы увидите и поймете, какая это увлекательная, интересная и нужная наука — история. Ученые собирают и изучают различные исторические сведения и факты, объединяют их в науку, пишут специальные книги для того, чтобы вы, ребята, их читали и узнавали на уроках истории немало интересного о прошлом человечества. В этом вам помогут видеоуроки, учителя, учебники, различные материалы из интернета. Только не забывайте всегда проявлять любую информацию, где бы вы ее не слышали и не прочитали. Относитесь к ней критически, и тогда вас по праву можно называть начинающими историками. Перед вами две цитаты о родине. «Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя» — Сенека-младший. «Любовь к родине превозможит все» — Вильгили. Что вы думаете о данных цитатах? Вы не раз слышали слово «родина». Как вы понимаете, что оно для вас значит? Родина — это священное для всех людей понятие. Родина — это благословенная священная земля, которую ни на что не променять. Родина — это земля, за ее свободу и независимость боролись наши предки. Родина — это неугасимая история наших предков. Родина — это земля, на которой родился человек, это его село, город, государство. Наши предки верили, что мы также сумеем защитить свою родину, сделать все для ее процветания. Будем умножать ее богатство. Взрослые — своим упорным, неустанным трудом, а вы, ребята, отличной учебой. Наша святая обязанность — служить нашей родине. Забота о ней, а не о себе, должна быть в сердце у каждого из нас, особенно в тяжелые для нее времена. А сейчас я вам расскажу о нашей родине поподробнее. Кыргызстан расположен в Центральной Азии, в самом центре Евразии. Расположен в пределах систем горных хребтов Тенгерто, Тяньшане и Памира-Алая. Общая площадь территории нашей страны составляет 199 с лишним тысяч квадратных километров. По этому показателю она занимает 85-е место в мире. 93% территории — это горы. На севере Кыргызстан граничит с Казахстаном, на юге и юго-востоке — с Китаем, на западе — с Узбекистаном, на юго-западе — с Таджикистаном. Республика состоит из семи административно-территориальных единиц, областей. Вы можете мне их перечислить? Верно. Это Ожская, Джалабадская, Баткенская, Таласская, Чуйская, Иссыкульская и Нарынская области, которые, в свою очередь, делятся на районы Иаил-Окмыты. Ребята, давайте мысленно совершим экскурсию по нашей прекрасной стране. В нашей стране немало красивых мест, природных богатств. Среди них, в первую очередь, нужно назвать жемчужины Кыргызстана — Иссыкуль, а также не менее красивые озера — Сонкуль, Чатуркуль, Сары и Чалек. Нельзя не восхищаться разнотравьем великолепных пастбищ Сусамыра, Ахсая, Алая, Харашоро, Арпы, заповедными орехоплодовыми лесами Арстанбаба, величественными горами, быстрыми реками с кристально чистой водой, богатые животные и растительные миры Кыргызстана. Сейчас мы посмотрим видео, которое показывает всю красоту природы Кыргызстана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кыргызстан — это его народ. Население Кыргызстана в 2020 году составляет 6,5 миллионов человек. Поэтому показатель Кыргызстан занимает 108 место в списке стран по численности населения. В Кыргызстане живет более 80 национальностей. Кыргызы, русские, узбеки, казахи, татары, дунгане, уйгуры, корейцы, таджики, турки, азербайджанцы, украинцы, немцы, туркмены, чеченцы, белорусы и многие другие. Судьба и история кыргызского народа довольно многогранна. Народ, который с древних времен имеет свою государственность. Сегодня ученые не перестают дискутировать касательно этапов развития кыргызской государственности. Выделяют несколько этапов становления кыргызской государственности, каждый из которых вы будете изучать на уроках истории в разных классах. Сейчас я вкратце расскажу о некоторых из них. Посмотрим видео про начальный этап государственности кыргызов. Азы становления кыргызской государственности. Первое упоминание о кыргызах было аж 2200 лет назад, в 201 году до н.э. Иными словами, в 201 году до н.э. мир первый раз узнал о существовании народа кыргыз. Стало же известным нам это из китайских источников, написанных тогда китайским летописцем Сымадзянем. На западе от нас есть народ Гяньгунь – высокие, желтобородые, голубоглазые и татуированные. Это наши предки. Так назвали нас китайцы в те времена. В 201 году до н.э. нас покорили гунны, во главе с Модэ Шаньюем, который нагонял страх на весь Китай. Великую китайскую стену построили как раз-таки, защищаясь от него. Это был целеустремленный, кровожадный и жестокий лидер, который ради короны убил отца. То есть с нашествием Модэ мир впервые узнал о кыргызах. Эпоха кыргызского великодержавия. Данный отрезок исторического времени отличается тем, что кыргызы не только вышли на международную арену, но и фактически стали доминирующей силой всего региона Центральной Азии. Возрождение кыргызской государственности в советское время. Эпоха власти Советов – это период многоэтапного возрождения государственности кыргызов в XX веке. Первоначально она возродилась в лице Туркестанской Автономной Советской Социалистической Республики 1918 года. Впоследствии края Кыргызской автономной области в 1924 году, Кыргызской автономной советской социалистической республики в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Кыргызской ССР в 1936 году. Основную роль в создании кыргызской государственности сыграли выдающиеся государственные деятели Юсуп Абдрахманов, Абдукерим Садыхов, Абдукадыр Розбеков, Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакеев и многие другие. Государственный суверенитет и независимость кыргызов и Кыргызстана Данный этап закреплен декларацией о государственном суверенитете Республики Кыргызстан от 15 декабря 1990 года, а также декларацией о государственной независимости Республики Кыргызстан от 31 августа 1991 года с официальным названием государства Республика Кыргызстан, тем самым официально провозгласив Кыргызстан как независимое, суверенное, демократическое государство. С этого времени день 31 августа стал праздничным для народа. Сейчас у нас видеофрагмент о давно минувших событиях. Грандиозные события предшествовали тому дню, когда была принята декларация о независимости Кыргызской Республики. И несмотря на то, что свой отчет Кыргызстан как самостоятельное государство ведет с 1991 года, важнейшие вехи стали происходить гораздо ранее. Уже тогда стало понятно, что существовавшая на протяжении 70 лет страна Советов на пороге развала. Так называемая перестройка, начатая Горбачевым, привела к тому, что союзные страны начали ставить вопрос о независимости. В тот момент в нашей республике были избраны 350 народных депутатов Верховного Совета. Впрочем, есть еще одна дата – 15 декабря 1990 года, чтобы внести ясность, отметим, в этот день Верховным Советом тоже была принята декларация о независимости, но все еще как республики в составе СССР. Тщательный выход республики из состава Союза состоялся 26 декабря, когда декларация о прекращении существования Советского Союза была принята Верховным Советом СССР. 5 мая 1993 года была принята Конституция, основной закон Кыргызской республики. После принятия Конституции название государства с республики Кыргызстан было изменено на Кыргызскую республику. Как же была принята Конституция Кыргызской республики, мы с вами посмотрим на следующем видео. В 1991 году постановлением Президиума Верховного Совета Кыргызской ССР была образована расширенная рабочая группа, в которую были включены сотрудники Министерства юстиции, ученые-правоведы и представители госорганов. В течение двух лет они готовили и обсуждали проект Конституции. Кыргызская республика, будучи суверенным государством, должна была иметь свою Конституцию. Конституция – главный закон страны. Она создавалась по принципам, которые позволили построить демократичное и свободное государство. Конституция 1993 года законодательно оформила появление на политической карте мира независимого кыргызского государства. Она создала легитимную основу кыргызской государственности, основанную на общечеловеческих демократических ценностях, стала фактором общественно-политической стабилизации. «Все, что прописано в Конституции, должно прежде всего быть в интересах народа и страны». Роль Конституции в жизни общества и государства особая, ведь именно основной закон является фундаментом развития социальных и политических отношений, гарантом обеспечения прав и свобод граждан в укреплении правового государства. Как вы думаете, что значит словосочетание «государственные символы»? Что вы представляете, слыша эти слова? После обретения независимости в Кыргызстане был провозглашен курс на обновление страны и приняты «государственные символы» – флаг, гимн, герб. «Государственные символы», установленные в Конституции специальными законами или традициями – особые, как правило, исторически сложившиеся отличительные знаки, символы государства, олицетворяющие его национальный суверенитет, самобытность. Государственный флаг Кыргызской республики утвержден 3 марта 1992 года. Авторы флага – ученые Сабы Рептаров, художники Бекбосун Чачебеков, Юсуп Матаев, архитекторы Маматбек Садыков и Эдиль Айдарбеков. Государственный флаг Кыргызской республики является воплощением свободы и независимости, представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого расположен диск Солнца с отходящими от него по кругу золотистыми лучами. В средине диска изображен тюндук – символ юрты, в которой испокон веков жили наши предки. Тюндук является священным символом непрерывности жизни кочевников, незыблемости их семьи, единства и согласия. Перекрещивающиеся тройные линии на тюндуке – это струны кыргызского камуза, которые объединяют четыре стороны света. Солнце и золотистые лучи, изображенные на флаге, олицетворяют собой озаренные теплом и светом будущие граждане нашей страны. Сейчас мы с вами посмотрим видеосюжет о государственном флаге Кыргызской республики. Сегодня один из главных символов Кыргызстана – государственный флаг – отмечает свой день рождения. Именно в этот день, в 1992 году, был утвержден государственный флаг. А ровно через сутки в 9 часов утра новое знамя поднялось над зданием Белого дома. Авторами флага стали Эдиль Айдарбеков, Мамадбек Садыков, Бекбосун Джайчибеков, Сабыр Иптаров и Джусуп Матаев. При утверждении госсимвола между депутатами легендарного парламента возник жаркий спор, какого цвета должен быть флаг – красным или голубым. Было два варианта – голубой и красный. Нам было поручено, чтобы наш флаг был красивым, красочным и отличался от других. Поскольку голубой цвет – это цвет траура у кыргызов, все остановились на красном. Этот цвет символизирует доблесть и смелость. Золотое солнце, купающееся в своих лучах, олицетворяет покой и богатство. А тундук – символ отчего дома. 40 лучей обозначают объединение 40 древних племен в единый Кыргызстан. Тундук символизирует единство народов, проживающих в стране. За 28 лет государственный флаг успел побывать в разных частях мира и даже в космосе. А в 2015 году он был в Антарктиде и на Эльбрусе. С каждым годом наши знамя становятся все более узнаваемы. Главный государственный флаг на центральной площади столицы Алато стирают дважды в год. Его ширина – 10 метров, длина – 15 метров. Высота флагштока – 45 метров. Знамя охраняет почетный караул Национальной гвардии. Герб Кыргызской республики утвержден 14 января 1994 года. Его авторы – художник Асейн Абдраев и генерал милиции Садербек Дуанаев. На темно-синем фоне герба изображены восходящие над снежными вершинами Алато – солнце, символизирующее наше молодое государство. И голубой сыкуль – жемчужина Алато. Поддерживает горы, солнце и озеро своими могучими крыльями белый кречет Манаса. С двух сторон эту композицию обрамляют колосья пшеницы и белые коробочки хлопка – символы тепла и благополучия. Государственный гимн Кыргызской республики был принят 18 декабря 1992 года. Авторы текста гимна – народный поэт Кыргызстана Джалил Садыков и поэт Шабданбек Кулуев. Музыку написали известные композиторы Халы Молдобасанов и Насыр Давлесов. Перевели с кыргызского языка на русский поэты Хазад Ахматов и Михаил Рудов. К каждому из вас знакомы слова и музыка нашего гимна. Сейчас мы повторим то, что изучали на уроке. Что изучает история? История – это наука о прошлом человечества. Она изучает жизнь и деятельность людей, исследует всевозможные события с дальнейших времен, устанавливает, как и почему происходили те или иные события. Что такое Родина? Родина – это священное для всех людей понятие. Наша Родина – это немеркнущая история наших предков. Родина – это земля, село, город, государство, где родился каждый из нас. Какова площадь Кыргызской республики? Площадь Кыргызской республики – 199 951 квадратных километров. С какими государствами граничит Кыргызская республика? На севере Кыргызская республика граничит с Казахстаном, на юге и юго-востоке с Китаем, на западе с Узбекистаном и на юго-западе с Таджикистаном. Когда была провозглашена независимость Кыргызской республики? 31 августа 1991 года. В каком году были утверждены флаг, гимн, герб Кыргызской республики? Государственный флаг Кыргызской республики утвержден 3 марта 1992 года. Государственный гимн был утвержден 18 декабря 1992 года. Государственный герб утвержден 14 января 1994 года. Спасибо! На этом наш урок окончен. До новых встреч!